В городе и Думе с весны не утихали разговоры о повышении тарифа за проезд в общественном транспорте. И вроде у всех своя правда. В недавних материалах телекомпания Соль ТВ показывала мнение народа о повышении. Выслушивали также и сторону перевозчиков. Напомним, в мае вопрос «поднимать, не поднимать» тариф был отозван главой города прямо на думском заседании. В июне на Думе обсуждения продолжились. Депутат Ведерников спросил, реально ли улучшить сферу городских перевозок. Для этого, оказалось, нужен целый комплекс мер со стороны администрации, тогда как перевозчики являются лишь исполнителями этой услуги. Это, естественно, повышение, своевременное повышение тарифа. Второе – это частичный переход на нерегулируемые тарифы. И третье – это начало финансирования из бюджета города. Без этих трех условий мы никакой перспективы в дальнейшем не увидим. Выслушали мнение Игоря Баженова. Контрольно-счетная палата к экономическому обоснованию подъема тарифа до 22 рублей вопросов и претензий не имеет. А вот у городской прокуратуры свой взгляд на данный вопрос. В нашем распоряжении оказалась копия письма в Думу из прокуратуры. Согласно ему, проект решения не подлежит принятию. И далее подробно объясняется, почему. Копию письма прокуратуры мы выложим в наших социальных сетях. Перед голосованием к депутатам обратился прокурор города. Может быть вы на сегодняшний день голосуете за принятие данных решений. По сути дела подвигаете фактическое отсутствие необходимости каких-то изменений со стороны перевозчиков. Чем отличаются перевозчики Березняков, которые осят за 20? Может быть они более все-таки отличают понятию перевозчика. Их бизнесы более продуманы и успешны. Депутат Суботин спросил у главы, в чем был смысл отзыва проекта решения о повышении тарифа месяц назад, если в новом документе ничего не поменялось, кроме срока применения тарифа. Отметим, что в июне новое письмо прокуратуры поступило в думу прямо утром в день голосования. Естественно, его не обсудили депутаты в своих комиссиях. Но на этот раз мэр Соликамская вопрос о повышении тарифа для всех жителей не отозвал. Итог голосования. 15 депутатов проголосовали за повышение проезда, один против, трое воздержались. Кто-то был последователен в своей позиции, а кто-то и нет. Например, депутат Светлана Власова в мае рассказывала нам, что уступает против, а в минувшую среду проголосовала за повышение тарифа. Объяснить перемену своей позиции Светлана Власова нам отказалась. Возможно, не откажет в этом своим избирателям. Главное, с 15 июля по инициативе городской администрации и с подачи перевозчиков одна поездка в автобусе обойдется Соликамцем в 22 рубля.